Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Это видео посвящено двум вопросам. Вопрос номер один. Кому нужны первичные документы на товар? И второй вопрос. А какие же последствия отсутствия первичных документов? Несмотря на то, что в сети есть информация о том, что якобы не всем ФОПам нужны первичные документы, это не соответствует действительности. Независимо от того, какую систему налогообложения вы выбрали, общую либо упрощенную, документы первичные, которые подтверждают происхождение товара, должны у вас быть. При этом, согласно налогового кодекса, статья 44.3, данные документы вы должны хранить в течение 1095 дней, то есть 3 года. Теперь перейдем ко второму вопросу. Какие же последствия отсутствия первичных документов? Если вы работаете на общей системе налогообложения, то там, как мы знаем, базой налогообложения является разница между доходом и расходами. А расходы нужно подтверждать первичными документами. Соответственно, если у вас нет первичных документов, то как вы можете подтвердить расходы? А если вы не сможете подтвердить расходы, то ваши налоги будут ой-ой-ой, какими большими. Поэтому для ФОПов, работающих на общей системе, по сути, отсутствие первичных документов является смертельным. Не говоря уже о том, что по закону про РРО будут еще и штрафы за отсутствие ведения учета товарных запасов. И эти штрафы будут в размере, который равняется розничной цене этих товаров. Последнее касается и ФОПов на едином налоге, которые торгуют бытовой техникой, ювелиркой и так далее. Поскольку вы обязаны вести товарный учет, а учет можно вести только на основании первичных документов, то отсутствие первичных документов приведет к невозможности вести учет. А это, в свою очередь, приведет к наложению штрафов в размере стоимости неучтенных товаров. И, естественно, ко всем вышеперечисленным категориям будет применяться штраф, установленный Налоговым кодексом Украины, 121 статьей, в размере 1020 гривен на первый раз и 2040 гривен на второй раз. Что же касается ФОПов на едином налоге, то, безусловно, им нужны документы, как мы уже говорили, но вот последствия для них не такие страшные. И, по сути, два типа последствий может быть. Первый тип, когда налоговая захочет доказать, что товар, который вы приобрели, вы приобрели у физлица, а, соответственно, должны были за него, как налоговый агент, заплатить налоги. Но здесь вопрос такой, что данное последствие, оно не очень реально. Почему? Потому что налоговой нужно еще будет доказать, что вы действительно этот товар приобрели у физического лица, который не является субъектом предпринимательской деятельности. И, естественно, во всех случаях вы скажете, что да нет, я приобретал это все у ФОПа, либо у Юрика, но документы потерял. Ну, вот так сложилось. Да, были документы, но я потерял. И, по сути, налоговой будет очень сложно доказать и почти невозможно доказать, что вы купили этот товар у физлица. И, соответственно, вот этого донорахувания ПДФО можно вам, в принципе, и не бояться. А вот чего можно бояться? То, что действительно и реально это штрафы. Штрафы, предусмотренные все той же статьей 121 налогового кодекса в размере на первый раз 1020 гривен, на второй раз 2040 гривен. Что здесь нужно понимать? Что штраф в 2040 гривен может быть применен к вам в том случае, если проверка, повторная проверка в течение года со дня применения предыдущего штрафа выявила те же самые нарушения. То есть вы должны попасть под проверку два раза в год и тогда за этот год вы заплатите максимум 3060 гривен за отсутствие первичных документов. И вот здесь, наверное, нужно даже подумать. Я ни в коем случае сейчас вас не призываю к тому, чтобы не вести первичный учет, чтобы работать без первичных документов. Закон это требует, соответственно, вы должны это делать. Но здесь стоит подумать о том, а так ли для вас критично, так ли для вас страшны последствия отсутствия первичных документов. За год штраф 3060 гривен. Но, я думаю, не такие критичные суммы для нормально работающего ФОПа. Тем более мы же говорим, что это сумма за год. И, конечно же, стоит сказать и о штрафе, предусмотренном статьей 164 прим. 1 Кодекса Украины о административных правонарушениях. Максимальный размер такого штрафа составляет 136 гривен. Итак, подведем итог. Для ФОПа, который не торгует сложными бытовыми приборами, а также медицинскими товарами, ювелиркой и прочим, последствиями отсутствия первичных документов на товар будет следующее. Максимальный штраф, согласно Налогового кодекса Украины, в сумме 3060 гривен. Это при двух проверках в год. И административный штраф в сумме 136 гривен. Если у вас остались какие-то вопросы, посвященные теме, которую мы рассматривали в этом видео, задавайте их в комментариях. На этом все. Всем удачи в бизнесе. Пока. Пока.